Но я не ученый, я писатель, поэт, даже точнее, ну, собственно, я в разных жанрах работаю, поэтому я кишили скажу. И в этом отношении, вот ради этого мы 16 лет существуем, мы стараемся наиболее нестандартные какие-то вещи привносить всегда на нашу вот эту сцену. И, конечно, очень трудно за такой короткий срок что-то сказать, тем не менее я вот скажу, и я дам слово своим товарищам, с которыми никто не обязан соглашаться, но они каждый выскажут какое-то свое мнение. Было бы странно, если бы мы не поставили такую тему в 12-м году. Никто никого ничего не пугает, хотя тот же Александр Георгиевич очень четко дал понять, что действительно земля достаточно сейчас активна. И было бы смешно закрывать на это глаза, и мы видим по количеству жертв, по разрушениям, что не надо от этого бегать, а надо уметь отвечать на вызовы времени. Это так же, как очень много аномалий, вот, например, аномалии с давлением. Передали вчера в Питере вообще 790 давлений, в Москве 7774. Такого никогда не наблюдалось. Что-то происходит с планетой. Планета реагирует на какие-то свои изменения, она входит в какое-то новое состояние, и тем более, если она живой организм, то она реагирует по-своему, далеко не всегда считаясь мнением людей, разумеется. Потому что она заботится прежде всего о себе, а потом она уже беспокоится о людях. Ну, а я просто еще раз хотел бы сказать, что у нас все-таки писательская ассоциация, эзотерическая ассоциация, поэтому мы стоим в каких-то своих позициях. И я лично, кроме того, что я, естественно, ведущий, я еще все-таки и поэт-писатель, я просто прочту вам пару стихотворений на эту же тему, так скажем, только в своем ключе, а потом дам слово еще нескольким очень даже интересным людям. Ну вот, насчет полюсов тех же, это вот из моей книжки 10-го года, «Меняются местами полюса, и даже небо цвет меняет прежний, и зарастают русские леса деревьями, невиданными прежним, на длинных листьях оседает пух птиц, знавших раньше только юга вялость, но остается прежним русский дух, незриво в формы новые вливаясь». То есть энергия, форма — это все, естественно, перетекающие друг к другу вещи. Я еще хотел бы прочитать одно стихотворение, оно присутствует, я потом скажу, сделаю одно объявление. В эпоху цинами и землетрясений возможен ли в мире лирический гений, пирующий в обществе юных гетер? Вопрос неуместен, любая из вер ответ на него даст и быстро и резко, и все же среди океанского плеска так хочется петь о любви услыхать. Не старые песни, что вспомнил опять, а новую песню, высокую песнь, где автор по праздникам полнулся весь, и праздник настолько бы славил двоих, что даже бог смерти планетный утер, и слушая все это самозабвенный, быть может, забыл бы, что страшная пена должна убивать континенты везде. «Явись, песнопевец, но где же ты где?» Но, во всяком случае, благое слово, просто я его читать не буду, у меня стихотворение, где начинается «Благое слово много значит», действительно, «Благое слово много значит». И чтобы собой любимым больше не занимать место, я скажу, значит, такую вещь, делаю два объявления сразу, и следующий наш вечер будет сугубо эзотерический, я бы сказал, такой досудорок эзотерический, потому что он называется «Сновидцы и внетелесные путешествия». Так что я приглашаю, это 25 февраля, тут будут присутствовать люди, которые утверждают, что они путешествовали внетелесно, и что они сновидцы, и они поделятся какими-то своими впечатлениями, можно их будет услышать, как говорится, реально. Вот, а второе, это кому интересно, значит, у меня буквально месяц назад вышла книга в Венгрии, но она на венгерском языке для венгерского читателя, «Карчене и фолиэш», это значит «Рождественский коридор», у меня будет презентация этой книжки 16 февраля в 18.30, в венгерском культурном центре, в зеркальном зале, это улица Поварская, дом 21, вход свободный и бесплатный. Кому захочется прийти, я всех туда, естественно, приглашаю, это там на второй этаж подняться, но там все скажут, и это не проблема. А теперь я просто хотел бы, уж раз соблюдается такая традиция, был Александр Георгиевич Родников, но мы все знаем вот Лилю Родникову, которая член нашего сообщества, эзотерик, и я хотел бы пригласить микрофона, что она скажет, я не знаю, но я хотел бы пригласить микрофон.